Плодоносное дерево можно узнать по его цветам, а характер бойца по пресс-конференциям. Но самые дерзкие ребята показывают, кто есть кто в ринге после слов Рэфа. Привет, летние снежинки! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бойцов, которые, несмотря на отказ пожать перчатки, все равно одержали победу. Самая трудная задача женщины – доказать мужику его серьезность намерений на ней жениться. А самое трудное для бойца – когда соперник проявил неуважение и не пожал перчатки, сразу его не вырубить. Бешеный конь Чарльз Беннетт, очень известный своей бравадой в ринге и за его пределами, хотя и практического толку от этого было мало, ведь у него один из самых худших рекордов из 30 побед и 41 поражения в ММА. Но он всегда не оставлял зрителей равнодушными, как и в своем поединке против Кейджей Нунса. Пока Рэф объяснял правила боя, Чарльз скорчил рожи на камеру, передавая привет своим кентам с кабака, даже не глядя на соперника. А когда пришло время пожать перчатки, он посмотрел на Кейджейа так, будто тот навозный шарик, который котится с горы в чистую речку. Но несмотря ни на что, Беннетт выиграл этот бой в первом раунде. Разве может Воробей понять прелесть лебедя? Так и фанам не всегда понять бойцов. Андерсон Сильва один из самых легендарных и дисциплинированных бойцов, который всегда высказывал уважение соперникам до и после боя. Но как жена, приехавшая в Сибирь, может испортить каторгу, так и какой-либо поступок бойца может вызвать волну негодования у фанов. В своем поединке против Дэна Хендерсона после гонга на первый раунд, паук отказался дотронуться до протянутой руки от Дэна, но все равно выиграл этот бой удушающим, за что потом получил от фанов гневное послание. Птица ищет где повыше, а рыба где поглубже, а не Гиас, где позабористей. Это отличный боец, который со своим братаном всегда держали имидж настоящих гангстеров, готовых рубиться в клетке насмерть. В своем поединке со Скоттом Смиттом Диас был так заряжен и зол, что на предложение Рефа пожать перчатки просто отошел назад, испепеляя взглядом соперника, как сварка в глазах. После двух раундов жесточайшей рубки, выходя на третий, заключительный раунд, Скотт, как это обычно делают, снова протянул перчатки, но Ник ударил его по руке и крикнул в лицо, что с ним сейчас сделает. И я думаю, это было не предложение Пивасика с Беляшом. Сам бой был невероятным. Ник выбросил около 400 ударов, и оба тигра знатно потрудились, но победу забрал удушающим Диас. Дрова и пламя дают тепло, а уверенности навыки – победы. Но иногда уверенность переходит в гордыню, а это совсем другое, хотя победы от этого не пропадают. Луис Густаво, отличный боец с рекордом 10-2, в своем поединке на шоу «Райзен» встретился с Юсуке Ячи, с которым они потратили немало кислорода на взаимные высказывания на пресс-конференциях. Но критиковать – это как рассказывать, как бы сделал сам, если бы умел, а бойцам это нужно показывать в клетке. Кто кому что сказал, непонятно, но на предложение Рефа пожать перчатки Луис просто пошел назад. Смотря на Юсуке, как на дворнягу, укравшую сосиску, которая была последней закуской. Но это не помешало ему одержать победу отличной комбинацией, отправив Ячи в глубокий нокаут. Для индейцев вегетарианец – это криворукий охотник, а для бойцов слишком много уважения – это подхалимство. Но это не точно, ведь когда его слишком мало – это дерзость и наглость. Все вы знаете про длинный язык Конора Макгрегора, но, несмотря на это, он всегда жал перчатки оппоненту перед боем. Но в поединке с Диего Брандао произошел казус, который долго мусолили эксперты и фаны. Конор пожал перчатки после того, как рефери сказал это сделать. Но после гонга на первый раунд Диего снова протянул руку, как это часто делают. Но в этот раз Макгрегор, как будто тянущий руку в ответ, пробил ногой с разворота. Ситуация очень неоднозначная, ее можно трактовать по-разному, как успех айтишника, который познал 10 языков программирования, но ни одной женщины. Но как бы там ни было, Конор этот бой выиграл в первом раунде. Проиграть иногда значит выиграть, особенно у бойцов, которых каждое поражение делает сильнее и дает еще больше мотивации тренироваться, чтобы отомстить, как в истории Леснера против Мира. В первом поединке между этими титанами победу одержал Фрэнк Мир, сделав болевой на ногу и не желая ее отпускать по команде рефери, чем очень разозлил Брока. Через два года состоялся реванш, которого Леснер очень ждал и носил в себе обиду. Поэтому после того, как рефери предложил бойцам пожать перчатки, он показательно развернулся и ушел, чем вызвал у Фрэнка улыбку, а у рефери непонимание. Все-таки хорошая болезнь склероз. Ничего не болит и ты обид не помнишь, а каждый день полон новостей. Но у Брока с Башкой все в порядке, как и с навыками в этом бою, который он все-таки выиграл, хорошенько разукрасив Фрэнка добиванием. Но ему этого было мало и он высказал все, что о нем думает уже после боя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, помогали ли вам понты в жизни. А если вы хотите посмотреть серьезные обзоры боевых бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем. А если вы хотите поддержать канал, вы можете стать спонсором или задонатить на кошелек Юмани любым удобным способом. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения, значит не светить нигде. Шарики солнечные. Ставим. Какой идиот будет вот так вот на раз идти. Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз здесь дистанции. Ничего не успевайте, это убит. Продолжение следует. Продолжение следует...